Областное объединение профсоюзов подвяло выники проведения выборчей кампании. Громадская организация принимала активный удел во всех ее этапах. В период агитационной кампании активисты провели около 300 пикетов в поддержку кандидатов. Больше как 2000 представников объединения выступили в якости надзиральников. Это высококвалификованные и отказные люди, которые прошли отбор и специальную подрыхтовку. Стояло 70 обучающих семинаров. Мы отпечатали методические пособия, где были четко обозначены права наблюдателя, ответственность его. И каждый мог не то что трактовать, как он хочет, а как это говорит Конституция Республики Беларусь и избирательный кодекс. Мы, конечно, очень рады, что тех кандидатов-депутатов, которых мы поддерживали, чьи цели, чьи вернее программы, отвечали цели, задачи нашей профсоюзной организации, они сегодня избраны. И мы надеемся и в дальнейшем на плотное сотрудничество в решении вопросов, которые касаются повышения уровня и качества жизни трудящихся. Штабы, створенные подчас дотерминового голосования, и основный день выборов дозволили оперативно сочить за ситуацией на участках. Федерация профсоюзов означает, что выборы депутатов Палаты представников национального схода носили открытый и демократичный характер. Яны прошли у ответственности с законодавством нашей краины. Техничные пытания, зафиксованные профсоюзными надзиральниками, у оперативным режиме выращались выборчими комиссиями. А кроме того, 17 листопада на многих участках у Гомеля и в области працавали профсоюзные юристы, які оказывали бесплатные консультации. За допомогой до них звернулося 120 человек. У основным пытания тышались новации в Прационном кодексе, які вступят в силу с 28-го студеня наступного года. Нагадаем, что Федерация профсоюзов з'является одним из его распроцовщиков. По их инициативе у кодекс унесено больше за 30 изменений. Продолжение следует...